всем добрый вечер кто в записи особенно добрый вечер как как будет время подключайтесь посмотреть традиция есть традиция ну как образ как память ну да можно можно ассоциировать с черемухой ну вообще это терновники чем-то похож на чем чем-то очень даже схожа красивый такой яблочно-черемуховый запах ну да кстати точно и вяжет ну что ж у нас с вами сегодня встреча скажем так и по событиям которые у нас происходят сейчас и немного мы какие-то пути дороги хотели бы еще раз напомнить где-то отчасти мы это уже все говорили и не не раз и не два и будем говорить далее но как говорится повторение мать учения и так ребят по большому счету мы с вами сейчас находимся такого поворота серьезного которым сейчас очень много разговоров поворот заключается в том что сейчас практически любые материальные формы они сейчас но стали настолько зыбки настолько все нестабильно ни в каких материальных сферах практически все материальные сферы сейчас ну сами знаете я думаю все все с этим знакомы при этом уже с древних времен обычно говорится что когда такое происходит самое лучшее время наступает именно для духовных взлетов в то же время и поворотов потому что поворот идти в духовный взлет или куда-то в штопор он всегда остается вот в этом положении тоже но еще ребят если будут вопросы по поводу пока мы хоть разговариваем да вы можете останавливать и как-то ну да тоже подключайтесь не стесняйтесь мы мы не выключили этой микрофона совсем чтобы их не включить мало ли вдруг какие-то будут моменты что забудете если будете чем в чат писать я конечно чат не увижу на таком расстоянии у нас монитор далековато находится поэтому лучше не стесняйтесь включайте микрофон тема у нас творчество и стресс терапия и стресс то что сейчас на одна из самых таких форм и не просто так у нас сейчас вокруг лежат мандалы и янтры тоже такая особенная форма который еще расскажем по тому поводу что в стресс превратилась по-моему на все что теперь есть и то что дмитрий озвучил как раз в наше время материальное она не устойчиво а устойчиво то что внутри в душе в душе в духе но где-то я не думаю что сильно отделяется и вот только там может быть опора происходить наверное сейчас уже любой человек даже который раньше от пиналок какую-то духовность сейчас наверное уже четко понимает что ничего не может как его спасти нежели внутренняя устойчивость ничего не даст опоры то что внутри и наверное я думаю больше становится понятней что самое наверное такое твердое это тонкие тонкие связи самое сильное это тонкие связи на наш взгляд творчество это такая утонченная энергия которая связывает все и это вот те связи которые дают опору об этом мы и хотели поговорить но как бы предлог был что творчество и стресс но собственно вот нашей жизни как уже как выход получается это арт практики арт терапия которыми мы занимаемся уже способ выхода нивелирования какого-то момента сброса того накопленного материала который сейчас в избытке мягко говоря но в целом ребят конечно главный момент на который сейчас еще больше и мы тоже будем переключать внимание это на то что в нас является стабильным незыблемым с эпитетом вечности может так это назвать в каких-то культурах это называется душою какая-то внутренняя наша суть очень духовная то для для чего или для кого это сложно сказать потому что немножко слова становятся немного какие-то очень корявенькие для этих областей слова и неуклюжие потому что это уже необъяснимые с одной стороны вещи но во всех культурах мира об этом говорится очень четко что в нас есть нечто для 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 чего для кого вот все эти потрясения все события которые происходят они не являются скажем ну даже значимыми более того не даже где-то полезно чтобы быстрее подойти к тому что называется словом любовь и благодарность создать создается такая форма но так получилось что у нас но нам пришлось по воле случая много общаться с учениками и стоя с той стороны конечно и там когда люди находятся скажем под угрозой исчезновения на этой планете очень быстро просто пробуждается вот то о чем часто многие писания говорят многие практики духовные говорят и так далее именно пробуждается вот это чувство спокойная смиренная потому что же уже больше нечего уже скажем так гнев перешел все формы мыслимый немыслимый страх тоже уже настолько уже поднялся и опустился и снова поднялся и опустился и потом происходит что-то такое что как скорлупа ломается и происходит вот это вот ну своеобразное очищение конечно это все с одной стороны где-то очень просто говорить такие моменты но выбор в каждой эпохи нам давался очень такой четкий какие-то мягкие испытания были до этого тоже например форма скажем так популярной недавней формы нашей пандемии она тоже была получается что как-то нас подготавливали к этому моменту но то ли не прошли этот урок то ли может быть какой-то момент это был подготовки к чему-то такому чтобы еще больше отделить вещи существенные внешне от внутреннего как будто вот когда эти события начались у нас как раз был курс в анапе и по свежим следам мы проговаривали кто как проходил этот стресс как но стресс это мягко сказано там и шок и все что угодно было и по свежим следам мы рефлексировали при и пришли к наверное к простому такому моменту что вот все это внутри нас и мы много можем сделать собственно ничего особо не делая а работая внутри себя и кто как это прожил и очень было наверное важно что большая вся вот эта вот группа она стала понимать янтры понимать это мандалу то что мы раньше просто рисовали рассуждали вот гнев вот там жадность вот там вот эта энергия как работает там на севере это и внутри мы стали ближе к пониманию где и на каком мы центре находимся как мы проходим этот стресс и то что дмитрий говорит пандемия была дана как но такой вариант наверное подготовки но сейчас нам так кажется что уже подготовки то события уплотняются уплотняются по какой-то экспоненте которую нам неведомо абсолютно можно себя утешает ребят что все на все воля божья и что не происходит конечно так и но она так и есть с одной стороны но это для ума довольно такой аргумент сомнительные уму хочется какие-то вещи четкие что все было разложено на по полочкам и здесь он как раз начинает буксовать и вот в этот момент как раз ума происходит много взрывов которые тоже можно назвать стрессовых и один из моментов лишения нас целостного ума это как раз уход в стресс гнева в эмоции гнева и в эмоции страха это вот та самая ось о которой мы с вами еще сегодня поговорим получается что вот эта ось страх гнев как северная южная энергия она как своеобразный такой меч разделяющий вот нашу целостность пополам и мы уже нестабильны если брать дендру да помните мы там кто наверно тут все были в дендре когда мы рисовали веточку вот эта гибкость когда мы встречаем препятствия если отследить гибко ли мы встретили вот эти события новые до новые как бы вызовы навряд ли гибко вот здесь вот этот момент первое что гибкость и вот эти вот по веточкам если дальше пройти то конечно мы ну много не проходит ну да гибкость конечно требует сейчас некой стабильности как раз гибкость является залогом выживания о чем мы и говорили в наших курсах предыдущих тех же сессиях дендры то что именно гибкость дает возможность жить и существовать и прогибать все стрессовые вихре все эти ветра по потоке собственно говоря я я практически напоминаю то же самое что у нас было и в общем то получается что гибкость один из залогов но гибкость не в том плане что только телесная это именно гибкость нашего сознания гибкость нашего ума гибкость наши наших душевных структур мягко и спокойно принимать какие-то моменты это сложно сейчас очень сложнее тысячу раз потому что но я думаю чего-то максим объяснять уже поляризация настолько сильная раньше там мы спорили есть это этот вирус или нет совершенно как бы о другом даже семьи уже начали делиться либо к сожалению вот и на наш взгляд вот мы так наблюдаем по чатам которые видим по реакции в украине людей и у нас в россии если взять но конечно это грубо шаблонно говорю что сейчас мы проходим россия проходит на уровне душевной такой эмоциональное душевное испытание потрясение на этих уровнях на уровне сознания там уже на уровне тела если брать там то там где-то легче потому что очень быстро мы мобилизуемся перед лицом вот таких событий ты уже и в тебе уже явно проявляется либо вот ты там либо там либо ты как говорится по нисходящее пошел либо ты собрал себя и и нашел эту любовь которая спасительная любовь которая будет тебя вытаскивать в новые в новый наверное уровень жизни и там уже решение либо ты живешь либо не живешь она как-то выполнена здесь мы его но отодвигаем нас еще не так не так прижало мы пережили потрясение да там но в городе война и не война и вот вот как фактически да у нас физическое тело еще в стресс не вошло ребят когда бомбы падают это уже стресс физического будет плана у нас пока духовные и душевные моменты очень мощно работают телесно только опять самолеты летели эти бомбы конечно печально что каждый вечер мы это слышим над нашим домом при закрытом небе но на наш взгляд сколько мы анализировали мы пока не проходим ребята собрать всей страной вот то что не проходим потому что очень много людей которые не то что радуется это небольшая часть но но тем не менее есть и такие для которых это какое-то такое подтверждение духа что россия права и вот это оправдывание убийства это одно это уже отступление от цивилизационных моментов и это уже включает какие-то кармические завязки конечно в завязки кончаются на нас но тут сторон конечно сложно вы выцеплять какая сторона права нет ребят здесь равно вот как мы проходим это все мы можем это отслеживать по себе в частности но испытание она и не для того даже что такой-то стакана или не такой а понимание понимание цивилизационную для цивилизации человечные моменты за это ты или нет на какой-то стороне и сейчас это фильтрация выбора и это проход насколько ты себя к этому к свету ведешь либо ты не отфильтровал и позволил туда тебя завести и там тебя уже тоже другие ведут то о чем сейчас так если резюмировать немножко вывод мы сейчас подошли ну к некому краю может так сказать что это некий край что будет после этого края сложно сказать это много аналитиков и так далее и духовных и экономических но край действительно заключается вот на наш взгляд именно в том что ориентиры света они скажем так просто отодвинуты по большому счету хотя все условия чтобы сейчас свет в себе зажечь и гораздо больше именно в таких ситуациях и сейчас даже религиозные моменты получаются как-то немножечко буксуют в той миссии которая на них лежит то чем должны заниматься духовные структуры они сейчас как-то тоже куда-то вот ну как-то мало 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 света какого-то что ли по крайней мере пропагандировать идеи бога должны и первым именно любовь как минимум хотя бы и заповеди которые да сейчас причем у многих и людей занимающих духовных скажем так практиков йогинов и различных других сейчас очень хорошо стало видно каковы же были наработки по качеству то есть вот насколько это действительно была та йога о которой говорили веками обычно молчком про йогу говорят но тем не менее как бы вот такая ситуация нынче у нас дана что у нас сейчас друзья переход именно в то что либо мы эту любовь себе начинаем как накапливать умножать еще пуще чем раньше еще сильнее либо переходим в крайнюю форму такого злого сердца когда нет не просто зло на сердце а когда мы радуемся зло это еще наверное даже страшнее вот это минус форма злорадства с любой стороны и стоя с нашей с не нашей в любых других странах любое рада сорадование злу она как бы отправляет в такие бездны но как говорят в некоторых трактатах на несколько поколений отправляется все в тартарары вот такая штука получается вот есть так описать немножко срез ну я думаю я мало что новенького открыл многие вещи знакомы всегда говорили вот эту плюс-минус бесконечность мы либо разрушаем либо созидаем сейчас мы приблизились к ли нам что вот уже выбора то не дано созидаем либо и это уже настолько обозначено серьезно обозначено что вот уже работать и где-то наверное ну спасать свою ситуацию свое цивилизованное какое-то продолжение ну и фактически вот тот поток который я сейчас транслирую регулярно в своих курсах я сейчас еще больше буду делать акцент именно на то чтобы накапливать еще более осознание любовь благодарность которая просто является наверно одной из высших частот которые вообще мы можем запускать в этот мир мы другую частоту но выше даже не придумаем это наверное действительно такой данность человеческого существа как подарок вот и это будем как раз формировать вот вкратце надо пройтись по мандале я немножечко были на курсе во первых кто и не был я тоже расскажу всегда это полезно итак немножечко пробегусь ну напомню для тех кто не был у них поярче янтры мандала это в принципе скан так янтры это родственники более древние родители мандал по большому счету это сакральный круг в котором что-то такое зашифровано но если брать древние тибетские индийские традиции то у них композиция в принципе одинаковая очень часто в ней есть определенное сходство то что она вся строится по золотым сечением это одна грань красоты который меняет пространство и окружение а вот момент своеобразной карты в которой можно и себя отслеживать и не только себя вот в принципе тут сейчас я покажу некоторые янтры вот это яндра лакшми камала яндра этот мы делали мандалу дерево вот первое у меня стояла мандала символов народов мира все равно в них общая структура ребята на единое и в принципе в ней есть абсолютные такие никогда и параметры координаты где мы находимся вот этот центр это как вас как раз целостность наших всех структур вот эта точка в центре самое главное сердце вот этой янтры мандала то место где мы находимся в гармонии то место где мы находимся в потенциале силы в мощи в такой вот нашему раскрытым потенциале всех наших возможностей в этот центр обычно и идет практическая работа в том числе и визуализации и от других различных практик которые мы затрагивали но сейчас не в этом суть вот эти порталы квадрата который находится на круге круг это мироздание все мироздание весь космос все что существует во всей вселенной вот в нем появляется материя ба-бах и появилась материя четыре измерения которые в принципе в материи присутствуют но главное из них три четвертое измерение ну конечно такое сложноватое мы им до сих пор еще управлять не научились это время тем не менее вот эта материя она существует как плотная структура и она четырехгранная она ориентирована по сторонам света и вот как раз потоки сторон света они же несут в себе времена года времена этих состояний энергии или элементы стихий этих которые из которых вся материя состоит там земля вода огонь воздух и эфир в китайской немножко по-другому но все равно смысл что мы попали вот в этот мир мы находимся в материи и мы можем в нем быть гармоничны а можем гармонию терять вот этот вот север голубой портал именно как раз север это энергия воздуха она впускает нас такое легкое воздушное кристаллическое вот очень красивое такое состояние мысли в том числе чистоты но искажение которое происходит именно через этот центр и как раз вот эти врата которые есть у всех янтар и мандал они как раз закрывают вот проход этим искажением вот главное искажение севера это как раз когда мы теряем себя и свой центр из-за страха именно страх такая северная энергия абсолютно там не дай бог там будет совсем холодно дров не хватит мазута не хватит угля не хватит там чем там не урожай там рыба не ушла маржа ушла нет больше маржи вот все там олени не родятся то есть такие северные моменты которые вот действительно вот для северных потоков они естественны вот когда вот эта энергия страха как раз фигурирует и немножко я расскажу про южную вот эту красненькую красный портал энергия такая тоже очень хорошая огненная сильная то-то тот огонь который делает наше тело тепленьким когда мы тепленькие с вами это вот этот внутренний наш элемент огня в частности в нас проявляется я еще сравнение часто предлагаю чтобы его познать элемент огня потрите сильно ладошки друг об дружку это как раз будет вот этот элемент огня который и есть сутью оба что-то надо потереть вот именно когда мы частички двигаем друг об друга происходит тепло это и есть элемент этого огня не само пламя это уже как следствие и как раз вот нарушение в этом секторе именно вот южный портал когда у нас нарушается это же мы целостность свое теряем это энергия гнева раздражение начинается обычно какой-то чрезмерной серьезности и важности чего-то и когда происходит это нарушение гнева гневом мы теряем свой центр мы теряем энергию нарушение когда происходит через северные наши элементы с через страх мы как раз не имея возможности преобразовать эти эмоции которыми мы переживаем а мы всегда будем их переживать это нормально абсолютно но их нужно как-то во время ну скажем так долгое пребывание в любой эмоции чревато я думаю все знаете что можно там и почки посадите печень посадите сердце и голова может болеть там от каких-то мыслей тяжелых какие-то там сомнения тревоги и прочее это все элементы страха или гнев там любая раздражительность который можно конечно подавить мы умеем подавлять в принципе такие вещи научились слава богу с детства но это тоже чревато я думаю все уже знаете чем это чревато психосоматика в принципе в принципе дело такое тоже всем известное нынче и получается что сейчас у нас очень сильная как раз вот эта ось именно ось вертикальная и вертикальная ось это страх и гнев страх и гнев вот как бы две вот эти вот качельки которые нам сейчас часто имплантируются они практически и рвут нашу вот эту точку центральную наше вот это состояние целостности гармонии нашего энергетического потенциала разрывают но пополам скажем так вот в данном случае вот эти два портала они у нас не являются значимыми сейчас потому что они как раз ломаются это восточная энергия это жадность энергия там как раз трансформируется вот соответственно эта энергия такая очень мощная сильная конечно земная но она к сожалению вот в нарушениях она дает как энергию важности и смысле жадности и вот это стяжательство жадно жадности она как раз напротив западная энергия включает энергию зависти ну можно в древних трактат еще вожделением называется вот именно как вожделение тоже включается как нарушение этого портала запада это как раз вот энергия зеленеет от жадности скажем так наше существо на этих порталах довольно таки ну хорошо жили какой-то период работали изобильной энергии ну да искажениями были жадность вожделение этого изобилия но тем не менее как-то выравнивались и снова выходили на конструктивное как каждая эмоция не является негативной ребят потому что страх это самосохранение энергия завистия часто дает возможность толкают нас на развитие ну и так далее но все в принципе может быть и конструктивным вот тут как раз речь идет о том что долгое зависание в этих эмоциях вот они начинают с нами делать всякие шутки очень такие серьезные шутки сейчас действительно действительность перевели вот в эту вертикальную ось гнев страх сейчас завидовать сейчас особо некому в общем-то жадно сейчас тоже сейчас ну чё ты там закупаться закупаться она все равно кончится как-то она тоже нарушена немножко все это как-то вот поломались вот это горизонтальная плоскость осталась вот эта мощь вертикали именно вертикальной осью как раз идет манипуляция сознанием манипуляция народом в общем-то очень легко и просто это самый простейший механизм любого государства вот но собственно говоря это нормально абсолютно нормально когда это делается вопрос что с этим где дальше делать вот как бы либо пребывать в этом стрессе дальше и пожинать плоды всевозможных соматических расстройств внутренних гормональных и различных органов нарушения кстати тоже вот долгое пребывание в гневе наверное одна из самых таких моментов это повышение давления очень серьезное может быть у кого пониженная конечно это хорошо а вот у кого уже повышенная будет конечно тягостно очень чересчур потому что ну закипает кровь мягко говоря вот вы и стопот образно говорить когда энергии огня все больше и больше гнева все больше и больше и это раздражает и это раздражает тоже происходит просто вскипание мягкое такое ну как бы энергетическое вскипание вот тоже соответственно нагрузкой на сердце тоже увеличивается и многие другие потом тоже летят по очереди очень невыгодное дело как говорил буратино очень невыгодное дело пребывать в этом долго кратковременно это даже стимулирует это даже немножко нас подталкивает развиваться что-то делать двигаться и так далее стимулирует какие-то наши жизненные иммунитетные формы психическое иммунитет и духовного иммунитета но сейчас находиться долго в этих эмоциях ну как бы получается слишком дорогое удовольствие не говоря о том что все эти моменты ребят как санскара еще можно назвать по-индийски вот все эти вот разрывы нас на эмоции раздирание на эмоции они являются прекрасной почвой чтобы двинуться но скажем так уже в направлении того что действительно ценно с чем мы уйдем даже если мы решаемся и выбираем покинуть эту планету даже если как бы уже речь идет о том чтобы уходить с этой земли то уходить с чем-то тем что там пригодится точно ну по крайней мере веруя в это здесь тоже вот об этом скоро уже тоже похоже стоит поднимать вопрос потому что сейчас душевная духовная для нас является ну некой такой палочкой выручалочка с одной стороны с другой стороны этот как раз цельность по сравнению с которой все материальное отчасти шелуха хотя мы должны материальным заниматься и мы будем заниматься материальным конечно же до последнего пока это мы можем делать но при этом сейчас возможности вспоминать о том что в нас есть нечто более духовное более вечное более ценное вот сейчас таких возможностей гораздо больше вот это если так ну некий срез такой ну и во первых материально она зависит от состояния нашего и души и нашего духа и то что происходит вокруг она сообразно тому же что внутри но это по моему сейчас уже наверное многое многие понимают что соединение всех наших каких-то ощущений жизни да она произвела вот такие события как произвольно производная того что в народе происходило ну и собственно говоря вот наши последующие всем программы которые мы сейчас выстраиваем они уже и будут направлены на то чтобы сформировать вот это вот некую цельность нашего вот тут вернуть ту точку к которой вот здесь я показывал как раз вот этот самый центр в котором но пребывая в каждом каждый если пребывает в этом центре он получает вот это ощущение но по крайней мере спокойного принятия любых событий это как минимум как максимум ребят конечно накопление любви прежде всего любви к богу наверное это самая высшая форма нашего проявления любви любовь здесь наверное как высшая октава существования вообще нас в этом теле большому счету ну и как минимум наверное это испытывать благодарность даже за те минуты секунды там часы дни и так далее которые нам даны здесь пребывать на этой планете весна из конечно отчасти в помощь очень серьезной такой форме потому что идет расцвет это идет раскрытие всего символы весны они все в этом плане очень целебная напоминалочка такая типовой там у нас расцвет идет все очень мягкая гибкая такое нежное очень такое недолгое как цветы лепестки сакуры которые раз и осыпались вот тоже как вот форма такого краткого существования красоты и прекрасного вот и все это будет двигаться конечно и в любом случае жизнь она всегда двигается какими-то этапами и если в нас все-таки какая-то целостность к тому что является ну действительно ценностью на этой планете вот мы ее в себе пестуем то многие внешние потрясения становятся но не на второй план они также актуальны для нас и родные и близкие все наше существование тоже для нас ценно но она уже не будет так сильно рвать скажем так наше существо лишая нас всей всякой опоры потому что опора сейчас только у каждого внутри в себе вот вовне опоры как мы видим сейчас ее практически нигде нету не зарубежья не у нас очень как-то она очень поколеблена чересчур вот ну и как по этапам если так посмотреть уже наши курсы которые мы будем сейчас подойдем к ним тоже да вот по этапам ребят нам сейчас ну как один значит значимых моментов это сбросить тоже накопилось потому что равно подспудно даже если какое-то внутреннее спокойствие какое-то сохранять все равно там есть моменты эти их можно накопать вот их скины скинуть обязательно надо долго их не держать конечно мы снова и снова будем в это погружаться все равно информационное поле даже если вы выключили все радио и телевизоры все равно это поле общее она планетарная и мы являемся частью этой планеты все равно она будет выскакивать нас и мы это выбрасывать все-таки должны научиться это ну как бы делать сброс некоторых этих моментов ну в принципе нас не так много да можно давайте попробуем каким-то опытом ребят есть желание поделиться как ну стресс мы такой же вопрос делали в нашей группе то и он еще не закончился все проживаем просто он где-то закройте дверь который тоже мартовская война продолжилась потому что март-март у нас был каждый но иногда даже на эфирах коты начинают драться нас такого не было то есть это влияет в общем то на всех это повсеместно природа животное она тоже проживает это да природа живая и это было видно настолько но трогательного для себя если я своими чувствами поделиться когда-то началось она плакала реально я не знаю у нас была такая непогода у нас были какие-то ливни пасмурно холодно хотя февраль обычно цветет начинает и солнце у нас по по истории в соцсетях мы посмотрели что было в прошлые года не собирается это весна и не собирается по внутренним чувствам конечно это было для меня но этого потрясением потому что но сначала вытеснения как-то обычно не веришь и не может быть потом понимаешь что дать происходить начало и появилась когда делаешь практику и очень чувствителенный ты слышишь пролетает самолет это понимаешь это жуткое ощущение ты понимаешь что он летит и несет смерть несет эти бомбы он пролетает на домом но у нас какой-то видать у нас тихое место никогда не летали над нами а тут пролетают эти самолеты потому что их не дорожка туда видать этом это же при этом с небо закрыто у нас уже больше месяца небо закрыто самолеты пассажирские не летают вообще и в принципе и очень большая волна гнева которая вспыхнула и у людей которые против войны и у людей которые за войны за войну но для меня сейчас тоже такое понимание что это не равносильно не равноценно она не должно сопровождаться гневом я это очень быстро поняла и я стала работать над каким-то внутренним состраданием наверное как то можно это так но тоже до предела своего может но вначале я стала смотреть и те и другие ролики и как бы понимать что происходит у одной части населения потом у другой части населения но этой стране и во мнениях тоже страны разделились еще и во внутренних психологических контекстах для меня это больше разделение даже нежели территориальное вот и когда я стала понимать понимать что моя задача принять и эту точку зрения эту точку зрения но только понятно что не отвержением не злостью а именно состраданием потому как действительно жуткое сострадание ко всем президентам потому что затеяли и авторы естественного управления не дает а бог вы родиться и воплотиться в таком когда я стала понимать что даже в нашей семье папа военный и он где-то для него это реабилитация духа воинского и он начинает совсем другую сторону присылать походную такую бравурную и я для себя тоже решила что я буду смотреть эти ролики но но вот потом какой-то период я раз и прекратила как бы я поняла и сделала жуткий стоп потому что это уже но принятие не подлежит понимание произошло да и все вот ну и конечно понимаешь видишь как делится очень сильно нация на буквально стукачков это реально такое есть когда ты находишься у нас есть квартальный чат и там хоть кто-то кинет за мир и там сразу же прокуратуру начинают многие писать от прокуратуру позовем это ну совершенно я думаю не для кого не новости жуткое ощущение этого дела и я понимаю что мы но не проходим экзамен и слава богу что много сообществ сейчас объединяется и начинает какие-то делать практики но в то же время очень много но как бы немножко не с того тоже это вместо делается сожалению потому что тут ведь не суть важно кто прав кто виноват вообще и сострадать надо всем всем абсолютно и посылать любовь тоже всем не однобоко вот ну как если можете тоже поделиться что какой то есть свой опыт какой то свой путь прохождения какие то мы поделимся чем надо чем нет пока да ну мы сегодня семинара только вернулись как бы но я семинара не буду за всех ты говори что мы вернулись конечно эти события сильно зацепили все полностью с вами согласна слова дмитрия ты когда очень дам помогли тоже когда он аудио было что всякое деление на ваших их мы они вот это вот это прям тоже в чатах даже с подружками нет как бы одной точки зрения мы эту тему вообще обходим чтобы вообще не разругаться там эмоции не уйти вот именно вот в этот гнев практически вот эти вот энергии которые связаны с неведением ну по-индийски это тамас называется тамас неведение и вежество они как раз разбуду пробуждают нас то что полностью уносит наш разум ум этим увлекается и разум исчезает ум и разум тут разные как бы параметры разум как раз он более такой спокойный такой рассудительный но именно увлекаюсь вот этими моментами конечно очень тяжело и сохранять потому что мягко говоря если брать это как калиюга кульминация калиюги такая очень ярко выражена это железный век кто не знает железный век такой в котором теряются духовные ориентиры теряются духовная нравственность и уже только наслаждение своих чувств только наслаждение своего скажем так материального на всего а духовное как-то так в лучшем случае на втором плане лучше вообще забыть как бы главный параметр калиюги вот и соответственно все это доходит до определенной точки в которой происходит биби такой бифуркационный момент невозврата в какую-то гармонию и все начинает ну как бы обрушать обрушение происходит всех структур как вот невозможность их существовать без божьей искры вот и вот тогда пробуждается это божья искра и начинается новая эпоха снова новый переход но он может и не случится похоже на то есть такая тоже и философия теория вот ну что ребят кто-нибудь еще готов поделиться мало ли вдруг как какой то есть опыт который может для кого-то быть ценным ладненько так ну что ж тогда я возвращаюсь к моменту который мы сейчас запускаем мы сейчас запускаем но через шесть дней у нас будет один из элементов цветения это магнолия в этом курсе как раз мы сделаем момент переключения нашего внимания на то что у нас все таки еще присутствует всегда присутствует этот ну скажем так некое романтичное движение к весне и все-таки весна она если так брать наши воспоминания предыдущих весен в них есть определенный суммарный дар для нас но некая некая память наша клеточная телесная вот к ней надо возвернуться и вернуть к нам вот это вот и мягкости гибкость и для нашего сердца такое сделать небольшое на как бы отдушину небольшую вот образную и символически как бы перейти в режим вот этой гибкости тоже вот это вот гибкость нам тоже будет нужна мы это будем делать через спектральные элементы этого курса на сделаем небольшие тоже погружения в процессы которые как раз запускают момент гибкости но скажем так как некое отмораживание от зимних от зимней спячки ну а уже курс поток мы его формируем именно как такое если кто знает то это по чакровая работа фактически это наши энергетические центры у нас 7 энергоцентров и по этим энергоцентром мы будем вести нашу работу в три этапа вот первый этап у нас как раз будет высвободить все что накопилось сбросить это все выразить какие-то подавленные моменты если они найдутся либо просто выразить эмоции в определенных сферах вот этих вот наших центров именно через определенные спектровые спектральные элементы и формы формы в которых ум будет стоять мягко говоря в сторонке чтобы ум в этом процессе участвовал минимально то есть мы ему дадим маленькую какую-то косточку чтобы он там нас не скучал вот и все мы уходим в форму больше абстрактную практически сейчас можно смело так сказать что все материальные вещи они все равно за завязаны на аналитических формах осмысления на каких-то логических конфигурациях законах логики так далее и процессы которые сейчас происходят почти по всем структурам социума и общества они очень нелогично я думаю сами это наблюдаете кто следит за различными сферами социальных структур очень мало логики становится то есть логика куда-то подевалась что-то с не случилось вот не будем выявлять что это такое то ли вспышки на луне то ли 8 не на солнце то ли еще что-то то ли там как-то луна не в тот знак пошла ну вот на это очень много сейчас есть теорий самых разных от сногсшибательных до мозговоротных тем не менее ребят логика куда-то подевалась то есть иррациональная сейчас вроде бы как так вот вы должны даже быть на подъеме но тем не менее та логика которая рушится она еще больше в смятение вводит наш ум ум начинает метаться тот же страх появляется тревога тревога это как бы начало страха такая тревожность вот эта повышенная и если это подавлять слишком усердно то там появляется депрессия апатия ну там куча всего это психологии изучает и конечно ни к чему хорошему это не приводит то есть происходит социальная такая ну а мертвее ну а мертвение такое своеобразное что поэтому определенный этап который мы будем посвящать как раз первом цикле это выброс эмоций которые связаны с нашими энергоцентрами ну да приобретенные скажем так насильно приобретенные нечаянно они не прожитые наверное однозначно потому что не все мы можем проживать сейчас еще больше приходится закрываться нужно не со всеми можем быть открыты и это и смысла нет где-то абсолютно потому что настаивать на своей точки зрения вообще это трата энергии очень сильная сейчас не позволить на роскошь сейчас надо центрироваться на том что наращивать любую любовь чтобы она это любовь и притягивала любовь к тебе чтобы вот все как-то усмирялась этим и вот этим мы можем только повлиять на мир особенно мы женщины тогда к нам у нас меняется реальность тогда к нам приходит они не царапаться например кошечки на огладиться все то что внутри у нас находится мы мы вот это должны то что как говорится деструктивная арт-терапия с этим очень хорошо справляется довольно таки и но еще и на потоке который транслирует дмитрий там это как-то вот трансформироваться немножко чудесного года даже серьезные какие-то повреждения там с болезнями через какое-то время у людей проходили вот и сейчас вот это рассечение на вот эту ось вертикально она действительно как бы реальность сформировала жесткую вокруг и внутри мы можем вот как-то растянуть себя и с гармонизировать тогда повлиять мы можем и этим да и только этим мы можем повлиять на не только на свою там сохранность и как бы нам об этом тоже надо заботиться потому что если мы хотим дальше жить и производить что-то в этом мире нам надо энергию целостной чтобы мы были не из каких-то остатков сил надрываясь а именно из нормальных сил это делали из полный себя а вот и как часть собрать себя это сначала мы будем очищать в прямом смысле слова потому что сейчас уже но туда надо очищать а потом уже мы будем выходить на качество энергии здесь мы будем делать чакры по чакрам работа и в том и в другом курсе но одна на очищение другая там уже пойдет там как своеобразный и громоотвод и и некое такое чтобы что была уже визуальная такая форма ориентирования это янтра каждой чакры практически получается рисовать это как и фонография некая ну каком достиг наших центров сейчас все будем близко ближе к себе к своему родному существу в данном случае это наша энергосистема она уже принята даже в некоторых физических наблюдениях за на за нашими организмами именно энергетической составляющей вот есть даже какие-то исследования на эту тему ну я сейчас перри перестал за этим следить все одно время наблюдал как физики по радиочастотам эти центры раскладывают но сейчас в принципе этой информации можно найти но задача которую я ставлю именно чтобы мы смогли и зонтик такой своеобразный построить с помощью которого не страшно выходить в ураган в какой-то дождь вот этого негатива чтобы некий был такой ну купол назовем его купол зонта который позволит ну как-то себя немножечко оберегать и даже находясь в этом всем информационном поле уже не так сильно это на себя цеплять не изолируясь об этом от этого всего тоже момент такой серьезный потому что все равно мы находимся в целом это единая наша ноосфера в которой происходят эти процессы изолироваться это я считаю тоже крайность которая но с последствиями не очень хорошими вот построить громоотвод от этих энергий вполне естественно если это молнии какие-то серьезные вот ну а третий этап это уже друзья переход такой больше поворот внимания к тому что в нас действительно является самым ценным самым драгоценным то что мы с собой будем уносить с этой планеты в том числе это наша суть по большому счету ну сказал так душа душе к душе поближе и какие-то моменты уже будем выстраивать и на каких-то практиках связаны уже с нашим вот этим вот и чувствованием и некой опорой на опоры на свою собственную же суть которая и есть для нас но некий такой и маяк своеобразный и некая некий стержень благодаря которому что бы ни происходило вокруг вот все равно до переживать это надо переживать мы все равно это должны все таки мы люди живые существа но как-то вот сделать себе возможность вот не теряя этого стержня удерживать себя но скажем так в неком более стабильном состоянии даже если будет совсем полный момент это разрушение всех цивилизационных элементов вот это так вот вкратце ну и в целом какой бы выбор у нас потом не стоял перед нами выбор жить и строить и как бы то что будет мало ли вдруг надо восстанавливать либо может быть кто-то будет строить счета все с нуля в любой выбор ребят все равно надо делать цельным когда мы цельны когда мы некий стержень в себе уже вобрали вот эта точка о которой я говорил в центре наших всех вот этих вот построений вот когда мы находимся в этой точке центрированы то любые наши дальнейшие действия и выборы они не то что проще они скажем так и в нужном направлении легче двигаться и силы на это тоже появляются другие совсем и энергия совсем другая идет уже найти реализация чтобы там не было дальше либо это будет может быть даже переход из этого тела либо это будет действительно построение нового общества в крайнем случае даже то даже такой момент может быть вот это вот так вот вкратце и теперь как бы если есть какие-то вопросы такие такие если есть какие-то вопросы или поделиться ребят тоже если если готовы поделиться если есть что-то такое поделиться в рамках дозволенного так нынче нашего ограниченного момента но вроде ничего такого недозволенного еще пока не сказали вроде бы нет да да вот второй курс там либо холст либо картон лучше всего 7 7 штучек нам надо будет обязательно вторая пара может быть бумага какая-то но если честно я бы предложил бы и на первый курс если есть такая возможность хотя бы картон какой-то можно даже знаете упаковочный упаковочный картон там от геркулесов но от крупов от круп всякие там от шоколада каких-нибудь но только не гофрированный а вот какой-то упаковочный на пищевой картон ну двп это идеал был бы конечно скажем так оно было бы красивей многократно потому что я смотрю на магида что появляется да на эти такие интересные картины это красиво это интересно но на бумаге это как-то простовато но лучше чем на бумаге если какой-то картон есть я конечно со временем так думаю может быть когда-нибудь мы даже ролики покажем как самим картон сделать вот это несложно на самом деле не сложно но я тоже надеюсь не дойдем но я знаю как сделать картон вот как-то однажды пришлось изготовить пресс-картон почти двп кстати нет 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 нам надо будет 7 обязательно и вторая парочка это бумага но плотная бумага какая-то там нужна будет нам бумага семь штучек и семь штучек надо будет вот как раз таких плотненьких чего им плотненького чем плотнее тем лучше можно взять и просто картон лучше там такие красивые вещи могут быть да да и на 3 тоже 7 штучек но у нас 7 чакра поэтому на каждую нас на каждой энергоцентр мы будем делать определенную работу ну да друзья я все-таки в одну я воспитан в ведической традиции вот в этих вещах и то что как бы был было долгим предметом моего изучения я сейчас это и буду транслировать но как это как некий стержень который всегда меня вел все эти года уже больше 30 лет и поэтому как бы есть чем здесь поделиться и в наше время сейчас это более даже актуально чем раньше вот поэтому я буду через призму творческого потока дополнительно вот эти ведические модели использовать ведические конструкции и те наработки которые в принципе они традиционно приняты уже многими культурами либо либо пересечения какое-то есть очень часто вот но семь центров конечно мы здесь будем использовать и главный акцент в этом плане если вот вспоминать нашу дендро это будет третий конь а третьем коне мы говорили мало третий конь этот как раз вот этот духовный конь нашей тройки есть у нас такая тройка колесница где есть тело душа и дух вот как раз дух это третий конь сейчас вот наверное его надо сейчас и крепить и как-то к нему поворачиваться поближе это то что действительно является сутью несказуемой неописуемой ну и так далее все эти эпитеты такие странные только какие-то ощущения такие смутные отголоски можно поймать вот этого ощущения чего-то такого что у нас вот где-то там выше головой и сейчас время требует чтобы мы менялись именно в эту сторону иначе но без этих но сложно сложно конечно рвется наша точка центральная вот этой зелостности и восстанавливаться но очень дорогого стоит много энергии уходит на поддержание страха многие энергии уходит на то чтобы гневаться если это долго затянуто то это такие огромные ресурсы вытягивают из нашего организма все соки долго не долго нельзя вот это уже и психиатры знают и психологи и медики я думаю все прекрасно понимают что долгое пребывание в одном стрессовом качестве вот этой вспышки чревато но и сейчас часто на как-то вот соцсетях встречаю вот такое что я видать психологическое какие-то курсы онлайновские лекции или еще что-то чтобы но человек просыпался с тем выбором я выбираю жизнь так вот это да это хорошо потому что правда на странические вещи есть людей что остановите планету я сойду это это правда я слышу естественное желание не вербально люди об этом часто говорят потому что принять такое некоторым очень сложно очень сложно и даже жизнь свою готова отдать лишь бы не было этой войны и много таких душ есть здесь но как бы о том что но такая некая модель что я утром просыпаюсь и говорю себе я живу но ковид это тоже использовать я выбираю жизнь но ребят если мы не полны вот именно тех с тех центра скажем не не восстановились нету целостности внутри внутренней этого покрова какого-то да в этой энергетике то на это не не услышится это как бы подсознательные ритмы которые уже запиханы в наше подсознание этого стресса этого всего что происходит если мы уже порушили свои тонкие перепонки энергии до вокруг нас этого кокона то она уже еще это вошло и это ось продолжает я думаю она будет усиливаться это довольно-таки циничная ось то пока мы не восстановим вот это в себе не очистим и не не найдем новую точку опоры то наши выборы они как бы не так бы материализовываться как бы нам хотелось в этом плане она и хорошо это почему тут сама природа включает защитные механизмы потому как если схватили много разрушительного и начнут что-то материализоваться будет с разрушительным акцентиком как бы так вот да но раньше смеялись да вот унитаз может материализоваться как бы не точно материализация тут уже совершенный такой сбор и если происходит какие-то жуткие такие военные ситуации это все равно вы ну как бы с дозволение это же не просто так нам разрешили да да давно боже пора было вот такое организовать очень многое терпение у господа чтобы вот так вот это вот отодвинули и к дали подумать об этом не менее вот и пока мы не как-то не восстановим энергию целостности мы можем еще и попадать какие-то обстоятельства не айсовые и поэтому мы эту программу на три месяца и раскинули там меньше чем три месяца конечно хотя хорошо бы делать такое три месяца которые можно и прийти порисовать и творчество она тоже нивелирует она еще и на мой взгляд и ничем не хуже чем арт-терапия потоковое творчество ребята но более чем целебно в этом плане потому что мы ближе к нашей тут этой внутренней точке внутренней сути когда исчезает оценка критик критика какая-то когда мы уходим вот именно в творчество чистое как у детей вот это не то творчество которое же называется со стаканом вина там с мизинчиком оттопырином из кисточкой это это уже не совсем творчество это уже другие вещи вот а вот именно когда вот ну как дети как дети уходим в это в этот процесс глубоко глубинно ну собственно говоря я друг другого потока транслировать не умею вот с ним с ними работаем ну и к чему это приводит я думаю многие уже видели почувствовали в принципе наверное тайну некая такая палочка вручалочка в наше время вот тоже которая но духовные скрепы сейчас тоже немножко как-то так слегка странно зашли заскрипели серьезно вот это вот творческая связь она какая-то осталась у нас ну видимо как по какому-то дару божьему человечество дали возможность творить именно чисто творить это действительно уникально просто уникально более чем ну и волшебно разные эпитеты такого рода к сожалению или к счастью все время и сыплются что-то очень простое и в то же время как-то очень эффективно очень эффективно это вкратце что смогли есть такое да и вином знаете друзья я рассказывал на некоторых наших встречах на некоторых нет но после того как я видел как рисуют кровью я уже не перестал удивляться вот картины кровью экспозиция прямо от иголка в вену и пошел рисовать вот после этого все уже удивление больше нету предела вот но это эпоха такая что поделать до чего может дойти как бы момент такой чего-то такого сложно но она имеет место быть раз она есть почему нет ну вот кому-то кому-то этого видимо очень нравится может кто-то даже на этом какое-то удивление постигнет смотрите какая смотря какая суть двигает рисуем вином для разнообразия для эпатажа это одно рисуем вином когда больше ничего нечем вообще-то где-то оказался или или заваркой чайной тоже красиво очень другой момент еще на мой взгляд это я не знаю если как бы для меня важно пока энергия у человека если брать дмитрий нарисует вином и ничего не будет здесь греховного или там еще чем у меня краски найдутся пока потому что человек делает действие что проводит в этот мир через это действие это важно а как бы осознанная такая я не знаю как это называть на сравнение людей кто какой энергию проводит и и мастер никогда просто так не будет делать действия если что я вас научу делать краски по крайней мере 3-4 краски как средние века я покажу как сделать что двигает и понимает интересная фишка там рисовать можно и неплохо наверное в этом но но что ты проводишь какую цель что ты хочешь получить если вот на мой взгляд ходить на курсы дмитрия и смысл это двигать себя к развитию потому что вот для этого он дает все эти вещи попутно попутно в вторично мы действительно двигаем себя в мастерстве в каком-то потому что без этого мы ну мы должны развивать себя но это это вторично а мотивация у человека другая совершенно я например только сейчас он где-то начинаю понимать для чего эти янтры засунуты были нам и и всякие мандалы потому что я я четко поняла что вот она вот она наш мир который который жил вот там на гневе на этом на вожде ленина жадности питание был такой стимул как бы развитие человечество если брать вот сейчас нас погрузили в другой цивилизации вот в это и она распространяется в общем-то по всему миру потому что как бы везде там начинают воевать начинают гневаться начинает вот вот это делать потому что гнев тоже там жадность то же самое гнев меньше денег стало и пошли гневаться ну как вот она сейчас ты понимаешь что насколько это ближе к этому центру вот то что мы раньше рисовали вот эту бесконечность да и вот эта точечка вот это и есть а если мы там где-то вот в плюсах или минусах она по сути дела сильно то неважно мы можем быть и в минусовая их плюсовой но мы вот на этом если брать пластинку часто мы такую на курсах давали вот пластинка где иголочка центр и там нет этого движения но иголочка там на нее одеваешься так вот это стержень такой-то вот это никуда не девается пластинка очень быстро крутится а центр он спокоен всегда и если ты где-то в плюсовом там такой эйфорийный но тем не менее ты вот поставь на пластинку какую-то наконец там кубик или бусинку бусинку монетку и круто не эту пластинку она слетит как правило она она все равно будет по центробежную чем дальше от центра тем больше инерционная сила здесь это очень модель работает эта аналогия очень красиво показывается и вот эти янтры мандалы когда вот так вот и ты по инерции в этом и вращаться начинаешь но если ты себя все время к центру а где внимание там энергия и работаешь целенаправленно и у тебя есть проводник еще который все равно мы набираем этой я не знаю как назвать мы портим энергетику свое и порисовал немного на курсе ведь это чувство что у трассе что-то отпало какое-то шоссе ненужное отвалилась которая приклеилась там какая-то железяка там жестянка принеслась и это жестянка отпадает гири прилипло крыло какая-то гантеля она поэтому вот так вот происходит потому что человек находится все время в потоке этот поток он дарит транслирует и вот это меняет поэтому тут честно не важно чем рисовать но ведется какой-то очень интуитивное очень важное направление я порой я понимаю это спустя вдогонок вдогонку потому что многие вещи правда сложно понять мне мне кажется это же я трудно постигать человек и человечеству всему надо постигать долго пока вот мы не отыграем вот эти все энергии и не будем понимать что важнее любви и накопление любви через добродетель через какие-то свои помыслы и направления ничего не потому что это только дает гармонию это только дает мир в нас тогда не разменяется ты видишь да гневаются там люди ты понимаешь почему они лучшем случае сопереживаешь и и сострадаешь и больше ты ничего от себя не даешь а если ты сострадаешь по-настоящему то ты и не обестачиваешься это тебе наполняет наоборот потому что это форма любви эта форма возвращения в этот центр как бы по большому счету как формула возвращения в центр но если проще всего сказать то соблюдение тех же регулирующих принципов любой религиозной культуры она нас возвращает центр вот любое нарушение этих принципов нас от этого центра вырывает дальше и дальше и дальше и чем дальше мы уходим от этого центра тем тяжелее к нему возвращаться. Многих порубили вот те же энергии, кстати, вот с духовности, но я не в то, что там осудить, но очень много батюшек, я сейчас смотрю, очень сильно погрузились в какие-то разборки, сплетни, в осуждение, кто куда поехал, и все в таком духе, что оно вообще не в тех аспектах, которые должен давать священнодеятель, он священнодействовать должен, в любых условиях священнодействовать, нести поток этого света. И не только православной культуры, во всех этих сферах идет, как форма разделения, такое противодействие современности нашей. И, к сожалению, да, институции тоже подрубленные, кто-то понимает, что оказывается, как полковник уже, то есть он был на службе, да, ведет вот такие сейчас речи, что это надо. Кто как? Есть, конечно, те, которые, но они, как правило, незаметны, и они не будут о себе афишировать. Ну, вот это уже удел тех людей, которые действительно что-то несут. И сейчас, если мы не будем к этому стремиться, то и утверждаться в этом, наверное, то мы на периферии будем больше и больше охватывать, вот как на той пластинке нас будут выбрасывать периодически куда-то, мы будем допредать там до какого-то нас опять это на центробежное мотать. Ну, часто приводится такой пример многими, что человек, если вот в разное состояние энергетики, да, в накоплении этой добродетели внутри какой-то, а на мой взгляд, самое важное добродетель – это створить красоту с любовью, потому что это спасает мир реально. То, что мы делаем картину, мы не просто картина же делаем. Мы себя в это время меняем уже, энергия, и картины еще наши такие, что они висят и меняют как-то, как-то меняют, что-то там происходит энергетическое. И вот человек, который действительно наполнен, он выходит, погода нормальная, а человек, который не едет, он попадает раз, открыл дверь, и вот в тот момент, когда там ураган. Если ты гармоничен, то как-то ты чем-то другим займешься и незаметно для себя этот ураган переждешь. Либо в крайнем случае выйдешь, и у тебя зонтик с собой окажется, и не такой ураган, что сдует этот зонтик. То если ты немного, как говорится, мягко говоря, уже энергию потерял, и ты в раздрае, то ты попадешь потом через какие-то обстоятельства, что там и зонтик не поможет, и как бы лишь бы не кирпичи летали, называется. Вот для этого сейчас очень важно формировать нам обстоятельства внутри себя, чтобы они распространялись еще не только на нас, а еще и вокруг нас, и даже как-то больше, чем нежели свой дух. И вот чем меня радует, я вижу, что основная масса в России не не проходит, но не проходит этот урок, потому как очень много жести. Ну, попробуй где-нибудь, мир, замер, там, скиньте чего-нибудь, тебя уже начнут холбасить на это, да. Но, тем не менее, очень много людей, которые сейчас все больше и больше идут к этой точке, к этому центру, которые в себе понимают, что там надо искать цвет, этот цвет как-то доставать и как-то его реализовывать. Но через творчество, но нам как-то больше повезло в этом плане. Оно более природное, и там не совсем ты заблудишься от ума, медитируя. Иногда ты можешь медитировать столько, и ты не туда и помедитировал. А здесь как-то раз, и все произошло само, поток как-то за тебя сделал, и ты что-то создал красивое. Вот, может, за это нам какой-то бонус дается, не знаю, почему. Потоки так все нивелируются. Да. Вот и получается, что когда вот эта вот долина тени начинается вокруг появляться, такой нехороший тени, вот, остается не убояться этого зла и двигаться к этому свету, к этому главному центру, в котором как раз и есть та связь, связующая нас с чем-то более высоким за пределом всей нашей этой материи, всей этой пластинки, материальной круговерти. Если тогда брать тоже дендру, как мы образ дерева брали, что или травы там гибкость, гибкость на дереве веточки, или как трава, любая буря прошла и ушла она, потому что все все равно проходящее, и если мы в это время укрепляемся, поливаем свое дерево, мы находимся в центре, то нас и не сломает, мы гибкое дерево. Вот еще раз об этом же, немножко с другой позиции, там тоже мы прогулялись. Вот, ну, друзья, если вопросов нету, то будем тогда завершать. Если вам есть вопрос. Можно? Я, может, не в чему сейчас спрошу. Вот получается вот это мандалы символов мира, там, да, вот где страх, гнев. Ну, это в любой, в любой янтре и мандале, везде вот этот центр как раз, ну, любой, север, именно север поток, вот этот. Все янтры и мандалы. Это получается такая система мира, где есть обязательно страх, гнев, зависть и жадность. Я так понимаю? Нет, нет, не совсем. Это, на самом деле, чистые врата, но мы своей человеческой природой, вертясь в наших, ну, если так попроще сказать, поближе к нашей культуре, в страстях наших, когда мы путаемся, мы начинаем искажать вхождение вот этих чистых потоков. Они всегда идут чистыми, но чтобы попасть в этот центр, мы должны оставить в этих воротах, вот здесь мы должны оставить страх, здесь мы должны оставить гнев, трансформировать его, преобразовать его, не уничтожить, это невозможно. Это наши естественные человеческие качества. Мы должны оставить этот гнев, мы должны оставить эту жадность свою, вожделение там до разных материальных вещей. Мы Мы должны прекратить завидовать кому-то, перестать это делать, чтобы попасть сюда. Чтобы вернуться в этот центр, мы должны это оставить вот в этих вратах, как ненужный, ну, некий такой багаж, хотя бы временно, хотя бы на время. Понятно, что, продолжая вертеться в наше мироздание, всегда найдется что-то у кого-то, чего у нас нету, а нам бы хотелось. Мы вожделеем эту вещь, и мы хотим ее получить, но и нет, появляется зависть. Вот эта горизонталь, зависть, жадность, они всегда гуляют между собой, они дружат друг с другом. Но сейчас такое время, что даже богатым завидовать уже как-то не очень получается, у них такие потери идут серьезные. И сейчас вот эта ось вот эта работает, это страх и гнев. То есть вот чтобы опять-таки вернуться в этот центр, нам надо успокоить, скажем так, трансформировать эту энергию, преобразовать ее. Еще раз скажу, друзья, в них нету ничего плохого, это нормальные, естественные вещи. Когда вы медведя увидите, вы боитесь, нормально, и это сохранит вам жизнь. Вы, может, так тихонечко уйдете, увидев медведя издаля. Не будете прыгать, дорогу перебегать, когда там КамАЗ мчится. Страшно же ж. Вот, вы пропустите КамАЗ. Вот, это нормальные вещи, абсолютно. Но вот когда долго, когда это долго висит, каким-то таким вот тревожностью такой вот постоянной, то вот это начинает уже искажать все потоки, забирая суть вашей энергетической целостности на поддержание этой энергетической эмоции. Это очень большая роскошь, повторюсь. Вот. И фишка, изюминка как раз вот этого подхода в том, чтобы, ну, скажем так, сбросив эти некоторые оковы, сформировать некие такие, ну, скажем так, триггерные зоны преобразования этих эмоций, ну, скажем так, в удобную для нас энергию, более позитивную. Во многих культурах как раз практики этих вот янтр или мандал, в зависимости от подхода к изображению, как раз шла трансформация на этих порталах, чтобы переместиться, чтобы позволить себе переместиться в этот центр и соединиться с тем, кому посвящена эта янтра или мандала. Если мы этого не избавимся от этого, мы не сможем соединиться либо с нашей душой, с нашим центром, либо с каким-то божеством, которому посвящена эта янтра, либо какой-то планете, которая посвящена эта янтра, либо та же чакра. Та же чакра, которая посвящена этой янтра, вот пока мы эти портальчики не сбросим, вот этот вот наш мешающий нам элемент, ну, туда войти невозможно. Это то же самое, как вот вращающаяся пластинка, и вы на краю пластинки. Вот каждая вот эта вот эмоция, она вас выводит сразу на край пластинки. Это все крутится, вертится, вот, и вы центробежно вылетаете из этого центра, потому что далеко ушли вот в этот вот момент. Его надо убрать. Именно трансформацией, преобразованием, не уничтожением, еще раз повторюсь, уничтожить это невозможно. Это человеческие свойства нашего ума. Находясь в трех качествах нашей материальной природы, у нас всегда будут появляться эти явления, ну, периодически. Вот, посмотрите, если вот эти явления, ну, свойственны, да, получаются людям. Да. Я вот думаю, вообще на протяжении вот всего человечества, наверное, вообще не было периода, когда вот, ну, между соседними какими-то там народами не случались какие-то конфликты вот подобные. То есть это вот неизбежно, что ли, получается? Вообще ничего не меняется. Когда мы, меня очень волновал этот вопрос тоже, когда были ли такие общества вообще, чтобы была любовь и не было конфликтов. Матриархат, когда матриархат был. Я пришла к ламам, мы, ну, много лет работали с ламами, Россия, Индия, Тибет, делали проект. Делали вот эти мандалы песочные, строили монахи. Монахи, да. Приезжали к нам делегации из монастырей, из философского монастыря Дрипунгаман, и там были римпочи, те, которые люди... Высокопоставленные. Которые из жизни из жизни помнят свои реинкарнации, перерождение. То есть я пошла к такому самому. Спросить. Ну, правда, для меня это был важный момент. Мне было так грустно, когда он сказал Гале, никогда Гали такого не было. Я говорю, когда будет? Может, мы строим эти мандалы, и будет когда-то. Ну, вот как-то он так сказал. Могу сказать маленький позитивщик в прикуп к этой информации, что наша планета, она относится к среднему классу планет в звездных системах. И по древним ведийским традициям это означает, что на нашей планете и рай, и ад, они вместе присутствуют. Вот, есть райские планеты, там говорят, вот как раз это может быть. Вот, но сложно сказать. Это такая вот, это, ну, мифологическая, скажем, такая традиция. Вот там это есть четко. У нас планета среднего уровня. На средней планете вы можете выбирать между раем и адом своим сознанием, путешествовать и туда, и туда. Это уникальное свойство. Тем более, что в древних трактатах многих культур указывалось, что мы были планетой нижнего класса. То есть нижним миром были. Пока не появилась какая-то птица-утка, уткообразная птица, которая в своем клюве нашу планету символически засунула в средний мир, на поверхность океана мирового подняла. И мы теперь находимся на поверхности мирового вот этого мирозданческого причинного океана, являясь средним классом планеты. Ну, еще есть наги помогли. Кстати, вот драконы сейчас поняли. Ну, есть тоже, да. Когда это произошло, у нас был очень серьезный катаклизм на планете, и человечество было на грани вымирания, исчезновения. И в тибетской традиции как раз эти мандалы строятся для того, чтобы в том числе вот этот песочек, из которого он высыпается, это двухметровый там как минимум узор, подарить нагам. Одни из представителей нагов – это как раз драконы, живущие под водой. Ну, там много разной мифологии. Вот они должны получить этот песочек как некий наш такой дар, подарок, должок за то, что они нам помогли в ту тяжелую годину, когда было оледенение планеты, выжить. Научили ремеслам, научили многим наукам и так далее. Символично взяли эту картину, причем, ну, правда, интуитивно же это в группе вспомнили про этого дракона. Мы же причем дракона-то выбирали еще до вообще вот этих запытий. И причем это даже не Дмитрию в голову пришло, а всем. И там, конечно, заложены образы и реки времени, и много чего. Ну, время. Тех образов, которые потом распаковываться еще будут. Просто это существа, которые живут в нескольких измерениях сразу, в том числе и в наших трех. Но у них там еще куча других измерений, которые нам не подвластны, даже на уровне ума. Мы четвертые на уровне ума не можем представить толком, а там еще больше. Мы можем выбирать, и, похоже, у нас нет выбора. Выбирать в мире выбора. Нам надо выбрать свет всем. И только когда все уже придут к этому пониманию, что важнее ничего нет любви и нужнее ничего нам этого нет, тогда все, когда мы будем созидательные творцы, тогда вот мы и будем все. Ну, похоже, какая-то эпоха меняется. Меняется эпоха, и на сломе двух переходных этих периодов что-то происходит такое действительно архи-кататимное, когда и логика ломается, и рациональное просто удивляется, как это вообще может быть. Ну, а как бы врата именно интуиции, врата иррациональности, они сейчас просто открыты получаются. Как говорится, добро пожаловать в вещи, которые действительно, ну, скажем так, необъяснимы умом, но ощутимы. Ощутимы как минимум нашим сердечком. Это все, в принципе, данность нашей эпохи. Ну, как говорили часто очень многие мудрецы, чем хуже, тем лучше. Это вот Мао Цзэдун, по-моему, сказал, тоже такой забавный мудрец. А другие мудрецы говорили, что именно в тяжелую годину у людей духовный путь открывается лучше и качественнее всего. Чем хуже, тем лучше вот это духовное начинается движение, эволюция и так далее. В хороших, таких мягких, оранжерейных условиях об этом обычно забывают. Либо делают видимость того, что да, вот тут у нас духовность, тут у нас вот это, вот это, вот так вот все мило. А вот как только начнется потрясение, вот тогда видно на самом деле, что это такое. Умеет человек с этими эмоциями справляться с гневом, хотя бы и со страхом, то вот это уже да, это уже какая-то центрированность, это уже действительно, ну, что-то такое серьезное. То, что действительно является случаем. Да. А вот внутренний стержень, это получается система взглядов, убеждений и умения вот не терять, да, вот это свое состояние? Состояние? Теперь уже нет. Мне кажется, теперь уже это не особо. Оно помогает, конечно, как некая такая старая наработка, ну, как некий такой маленький парашютик, который некоторое время поможет чуть-чуть. Сейчас, наверное, центром будет являться любовь. Любовь Богу. Да, полна душа любви или не полна? Не полна все труба. Тогда делаем благодарность. Тоже, друзья, как вот момент подарка такого от наших тибетских друзей, это именно такая практика порождения любви через благодарность. Вот всего, всего-всего благодарность, вот даже механическая. Вот когда вот мы просто благодарим. Любовь, она нивелирует все. И сами читали, когда там любовь долго терпит, не осуждает, не мучается. Ну, там красиво сказано у нас. И в псалмах есть очень красивые, такие очень вдохновенные строчки о любви. И вот эта известная фраза «долго терпит, не терпит зла, все прощает, всему радуется, сорадуется истине». Потому что если вот в этот же момент, когда ты понимаешь про эту, вот человек, например, радуется тому, что ура, война, да, или там злиться, но это неприемлемо смотреть на этого человека, но ты можешь заменить вот это свое какое-то энергонеприятие, да, агрессивно, все равно это агрессия уже получается, против войны, да. Ты можешь на сострадание, войну, на понимание, если вспоминая мать Терезу против войны, она не пошла бы на выступление за мир. Вот. И внутри, когда вот это, ты бережешь этот свой мир, это, вот это, это да, это какой-то стержень с одной стороны, да, как опора, но вот когда врасплох вот это достает, ведь многие поняли, что стержень-то нет, когда врасплох раз, и любви не хватило принять это, сразу то туда, то сюда, то в страх, то в гнев, то в отрицалого нету этого. Вот, а любящие, как бы, существа, они по-другому на это делают. Сострадание. Даже те же страдания, которые проходят сами, оно немножко по-другому проходится, когда все-таки через любовь идет понимание, что и на это тоже воля Божья, и на это тоже какой-то такой вот, ну, покров небесный, тоже в этом какой-то замысел присутствует. Это смирение сразу другое. Это смирение, это… И в то же время… Чувство благости сохраняется при этом, как бы не позволяя себе потерять остатки разума, потому что в гневе и в страхе разум уже не сохраняется, там уже просто появляются животные инстинкты, либо это самозащита такая безумная, либо это ужас, который загоняет через страх людей уже все в абсолютное стадо. Здесь как бы… Ну, нету разума, то есть разум исчезает, это уже даже ниже животного уровня. Ну, и видно, что многие ведь как бы немножко чуть-чуть изменили обстоятельства, и многие как бы, ну, да нормально, что воюют, да, вполне, о, да, отлично. Многие же пошли вот в этот момент. И это и есть, что у человека нету этого стержня, но стержень у него… вот другой есть. То есть стержень не играет роли, установки и прочее, они нет. А любовь только критерий такой. Очень много духовных людей, которые преподают, они тоже стрессанули конкретно и не избежали вот этого порушения, потому что вот этого полна любви не было. И это сложно на самом деле, как говорится, сохранить. Раньше, помните, говорили, что типа на рынке там, когда ты сохранишь свое спокойствие, когда ты на базаре, да? Да, лучшая практика медитации – это вот на базаре, где суета, обман. Вот и вы там идете вот учить, тренируетесь медитации, созраточности, вот в этой суете. Теперь базар отдыхает. Теперь базар, да. Уже тот урок уже так себе несерьезный. Сейчас уже вот действительно вот это противостояние массивное, злобное, такое агрессивное. Действительно вот оно является, ну, хорошим таким экзаменатором. Сейчас чистота, энергия, любовь, она в любое входит без повреждения. Она и в деструктивном будет. Много же историй в концлагерях, в плену, на войне. На войне любовь вообще, она вообще цветет. Реальная любовь там расцветает. Вот такая, на что человек не способен в мирной жизни. Но это правда так. Там и другое поле есть. Но именно цельность этой энергии сейчас вот оно и решающее. Ты в любой мир приспособишься, если ты, но вхож, потому что любовь везде нужна. И в высоких, и в высоких ты будешь в частотах, если действительно говорят сейчас, что идет переход на новые частоты, где мы будем дворцами. Но это ведь, если так вот брать, то это переход на творческие энергии. Именно на творческие энергии, то, что нам, Дмитрий, по крайней мере, транслирует именно потоком этим. Вот переход вот в те... Да, как разминка сейчас. Мы не находимся там регулярно, это как бы вот так вот, но тоже разбрасывает. И если мы туда, нас туда, если мы с любовью, то мы там заживем. И не пропадем в любом месте, если мы вот это накопили во что бы то ни стало. Конечно, через осознанность то есть понимание должно быть, и какое-то размышление, оно должно быть сознательное. Но при том-то должен быть энергетически полон. Так что еще раз резюмирую ответ на вопрос. Сейчас вот наш центр, это наше именно наполнение импульсом вот этой волны благодарности, и, соответственно, вторым импульсом ответным на благодарность это любовь. Любовь, она всегда отзывается на благодарность, начинает прорастать, даже если она там почти исчезнувшая. А если помните фильм Андрея Рублева, как он к этой любви тоже приходил, то есть через какие-то страшные вещи пришлось это все принять и понять вот это, что только любовь. Только любовь это выход, это вот как раз та точка, которая выходит во все пространства. Тогда и смысл жизни появился у него, потому что какой смысл был. Какую красоту не сделаешь, все будет разрушено. Что прекрасно. Вот получается вот для нашего мира, раз это, ну, как рай и ад получается, где ад там получается, закон, что сила всегда побеждает. Ну, да, здесь получается. Закон, где сила алчности, сила жадности, сила гнева, там, корысти, это те же энергии, которые, собственно, всегда и правили, ничего особенного-то не поменялось, это было и в мире. Ну, власть кесаря власти. Мы просто как бы сейчас это ощутили кожей, потому что это задело по нашим как бы этим родовым, да, получается. Ну, получается, да, основы семьи какие-то даже. Основы родовым, потому что это близко очень. Разделение, разделяя власть. Это у нас прямо, да, в славянских корнях, в Африке, когда воевали, ну, мы как-то не так это воспринимали. Ну, тогда вот вообще по-другому же воспринимают. Да, а здесь сейчас вот так. И это те же вот энергии, да, которые всегда. Ну, вот, ну, я как вот думала всегда, что, ну, не всегда, вот в последнее время, это когда анализировала, что не было как никакого момента, когда не было каких-то конфликтов, и получается всегда сила против силы. Вот, получается, кто сильнее, тот и... Ну, это обычные элементы, жесткие именно. Но формируются эти уже противостояния, они формируются очень тонко, собираются вот эти вот энергии, деструктивные. Если в основной массе народа присутствуют деструктивные энергии, тогда формируется событие деструктивного плана. Жесткость этого события насколько накуплена, настолько оно и уже, ну, нам позволительно иметь, как говорится, освобождение от этого через кризис какой-то. В общем, по квантовым законам притяжения формируется злобная волна, и чем больше плотность этой энергетической злобной волны, тем больше в материи происходит реализация этой злобы через какие-то уже внешние действия, которые мы можем осязать, ощущать в полной мере. Вот поэтому, по большому счету, в этой копилке с этих событий, ну, маленькая частичка каждого из нас присутствует. А все войны, они формируются ведь конкретно только из-за, ну, корыстных моментов. Это вот вожделение, зависть. Ну, зависть, вожделение, это вот как бы горизонтальная ось, чтобы потом ввергнуть уже в остатки уничтожения. Остальное все как бы подстраивается теми, кто это имеет, подстраивается так, чтобы строить и направить в нужное русло. Сейчас вот на вот таких противоречиях. Жадность, со страхом работают, потому что если я что-то получил, то мне страшно потерять, я боюсь потерять то, что я получил. Я столько труда на это потратил, столько лет обучения, не дай бог я это потеряю. Вот все, там страх включился. Вот так же, как и зависть, она очень здорово связана с гневом и начинаем раздражаться. Вот, ну, надо же, я так хотел получить эти знания, вот у меня этих знаний нет, а вот у него эти знания есть, он их имеет. Там тоже начинаются... Это мелкие частички, которые соединяются, а крупные монстры, которые хотят, могут пойметь. Если этим управлять уже консолидировано на уровне всех федеральных СМИ, то, конечно, это очень проще регулировать потоки злобы, страха, жадности, зависти с сериалами там разными. А помните, был какой-то фильм очень интересный, когда на корабле... Это же, типа, Жульверна даже такого что-то было. Когда на корабле люди... Ну, какое-то негативное событие происходит, и начинает капитан заставлять всех молиться, потому что появилось зло в ком-то, чтобы дальше это не превратилось в какие-то события такие. Помнишь, какой-то... Ну, я это слышал даже как практика, чтобы не было дальнейшего распространения стресса, все на колене и все молятся. Вот, раз появился такой грех, то все, виноваты все. Не один кто-то там, кто там запустил, а все должны сесть и молиться. Вот именно как форма такого примирения с самим собой, в первую очередь, чтобы не умножить. Потому что именно когда плотность умноженная увеличивается неограниченно, происходит материализация событий. Но я думаю, это все вы уже знаете. Это вещи обычные. Квантовая физика. Ну что, есть еще вопросы какие-то? Мало ли вдруг. Или еще какую-то тему, ребята. Смотрите, мы можем поговорить вполне. Мы-то можем. А время-то сколько у кого? Сколько у кого-то? Ты уже знаешь, сколько у кого-то времени? Ну, когда бежим. Кто на другой стороне земного шара? Или уральского хребта? Ну, как я еще борюсь? Ну, в лес ходим. У нас вот лес рядом. Лес, пробежки, занятия, цигун. Здорово. Это бросать не следует. Это надо продолжать делать. Это вещь хорошая. Мы еще разбираем какие-нибудь понятия. Или вот у нас была практика. Мы ловили звуки. День звука у нас был. Потом неожиданно, спонтанно случился день музыки. Мы разбирали, что такое музыка. Оказывается, так трудно даже вроде понять это известно, да, с детства. А вот пойди сформулируй вот так, чтобы это отразить правильно, как ты понимаешь, что такое музыка. И вот когда концентрируешься, допустим, на звуках целодень или на запахах или на зрительных образах, легче потом отслеживать вообще свою реакцию на что-либо. Молодцы. Молодцы, здорово. На втором цикле у нас тоже будем мы звук подключать. Тоже будет звук. У каждой чакры есть звучание. Красивое. Мы тоже будем его использовать. Звук это здорово. Молодцы. А Дмитрий скажешь, что такое музыка? Кто? А ты, мы сейчас подсказку у тебя спросим, что такое музыка. Музыка? Да. Вот чем музыка отличается от журчания ручья? Вот это звук журчания ручья. И вот музыка. Чем отличается? Ну, музыка, она, к сожалению, или к радости подвержена определенным гармоническим гаммовым рядам. А звучание, которое мы слышим, ну, белый шум назовем это так, белых шумов очень много. Камушки там. Там нет гармонического такого элемента, какой-то гармоники. Там есть именно звук, который просто вводит нас в определенное состояние. Обычно альфа, тета ритмов, альфа ритмов. Чаще всего эти ритмы. А музыка, это уже какие-то уже гармоники используются. Гармоники, которые там... Какое-то то, что есть всегда, мы просто это не слышим реально. Есть частоты, частоты, которых мы не воспринимаем. И эти гармоники, они действительно связаны с небесными сферами в том числе. Вот независимо, там дорические там или еще какие-то гармоники. Это уже как люди, это интерпретировали впоследствии. В Анапе у нас, когда был курс, мы делали голосовые практики. Но вот там группе повезло. То есть, когда человек приходит в определенное такое состояние, не знаю, зависит это, наверное, от каждого человека, как там в группе был, то все слышали потом музыку. Сидели мы на море долго, как говорится. В диком районе, где очень далеко-далеко от цивилизации, и все услышали ребят потом музыку очень красивую. И все поняли, что эта музыка есть всегда, мы ее просто не слышим. Мы такие шумные, что мы это не слышим. А вот это вот всегда, это было так красиво, это настолько было красиво. И еще и хор, голосов, то есть это чем-то похоже на церковное немножко, но это не церковное, что-то другое было. Мелодики, да, какие-то необычные мелодики были красивые. Тут тоже гармонические. Очень красивые. Вот у меня тут прибавилось в нашем полку. Вот видите, такой вот это. Сейчас я расскажу, кто это и что это. Это свидетельница. Это такая вот женская, не знаю даже, как получится показать, поближе, поближе, что ли. Это женская, то есть это голова, то есть это вот маг, ну просто женщина, женщина, которая у нее вот туда наслаждается. Вот сложены вот так вот руки, и она молится. Более того, значит, ну она в нем все время как бы вот рядышком. Но ты свидетельница, между прочим, моей с вами встречи, то есть нашей с вами встречи. Вот, потому что вот как раз, когда приезжали, строили там Мандалу, создавали музей Рейха, да, вот мы как раз встретились, где я вас увидела. Вот, и с тех пор мы как бы познакомились. И вот такую же тоже фигурку, я тогда вот у простого-простого Рейха, у него такие как бы простые, но очень такие вот, ну добрые как бы вот у него фигурки. И я вот чуть-чуть побольше, вот матушку, как раз уезжали, когда вот монахи, и я одну прям буквально вот в последний момент вот даже вот во дворе, вот этого дворца Рейхов, я им подарила, говорю, вот вы отвезите это вот как бы, что вот мы в России молимся за то, чтобы вот все там, в Тибете все было хорошо и как бы вот, и передайте, то есть что вот мы с вами как бы вот. И вот так положил, положил, трипачи положил там себе в карман, говорит, да-да-да, спасибо, вот. И у меня, а у меня вот осталась вот такая же вторая. И она самая интересная, она вот так, ну она меня все время где-то на виду. И сейчас, ну и как бы я так с ним, ну она как бы всегда приятная, надо подержать в руках, иногда она просто одна есть. А сейчас вот вы заговорили, вот так вот я сидела, слушала, 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 и вдруг вспомнила, пошла вот и принесла ее, и решила вам ее показать. Ну вот, просто вот такой маленькая история, позитивчик. Спасибо, спасибо, Женя. Здорово. Красиво. Ну что, ребят, тогда мы завершаем нашу встречу. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо, очень интересно. Очень интересно, да. До свидания. Какие вопросы придут, пишите в Дендру, пишите в чате, где мы с вами общаемся периодически, вот, мало ли вдруг. Всем всего самого наилучшего, мирного неба над головой, в том числе, и в душе самое главное, мира в душе. Спасибо. Вам также. Всего доброго. До встречи. До встречи. Всем счастливо. До свидания. Пока-пока. Пока. До свидания. До свидания.